Добрый час! С вами, как всегда, Маргарита. Это ИТИ Школа Успешных Продаж. Вы уже догадались, какое сегодня будет видео. Вторник. Беспощадный разбор ваших магазинов. И давайте посмотрим, кто сегодня попал под расстрел. Итак, смотрим. Раз, два, три. Поехали. И сегодня магазин Анны. Анна ставила свою заявочку на Фейсбуке. И так получилось, что я сейчас подошла, включила, смотрю. Надо, 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 надо. Итак, поехали. Я засекаю себе 20 минут времени, чтобы у нас не было ни коротким, ни длинным, а информация должна быть. Итак, поехали, Анна. Как всегда, я говорю и желаю многим из вас, кто будет смотреть этот уже пятый выпуск. К пятому выпуску вы уже должны как минимум пять ошибок в своем магазине найти и исправить. Чтобы мне было интереснее вас ругать. Находить более интересные моменты, за что можно еще поругать. Потому что, когда я открываю магазин и вижу те же самые ошибки, которые я уже указывала в первых видео. Ну, соответственно, человек не исполняет, зачем мне эти магазины брать. Ну, еще есть три-четыре серии, до десяти серий мы как бы про... Я вас прощаю, а потом уже буду смотреть. Если у вас не выполнены некоторые комментарии из первых серий, значит, вы уже не попадаете сюда. Итак, поехали. Итак, что у нас с вами видим? Баннер. Первое. Баннер. О чем говорит нам этот баннер? Мне баннер говорит о жар птице. О чем вам говорит? Не знаю, да, что это такая огненная птица и так далее. Непонятно, что здесь такое находится. Никакого текста на баннере нету, никакой завлекалки на баннере нету. Я готова уйти из этого магазина и все. Первый выход. Второй. Читаем. Тайтл нашего магазина должен опять-таки содержать что? Информацию о том, чем занимается магазин. Читаем. Personalized, cup, clock, wineglasses, diary, journal. Что это такое? Candlest. Я даже не знаю. Candlest. А что такое Candlest? I don't know. Candle, Candice и так далее. Candlest. Ну, не знаю. Ладно. Набор слов. Мы сделали с вами набор. Из набора слова я вытаскиваю персонализе. Что значит персонализе? Значит, это будет имя и, либо имя, либо и так далее, и так далее. Окей, я пошла в них смотреть, где у нас тут персонализе. Так, цветочки, цветочки, там это, там это, часы, окей. Там это, там это. А где персонализе? Когда вы напишите персонализе, значит, должно быть что? Персонализация. Ну, вот такие вот, американцы, значит, должна стоять, либо имя, либо должно что-то такое присутствовать, как инициалы и вперед. У вас ни одного персонализе нет. Возможно, вы выбрали слово персонализе, потому что оно очень хорошо ищется. Поэтому вы туда поставили. Но подходит оно к вам или не подходит? Нет. Если вы хотите заниматься персонализацией, сделайте какой-нибудь там дневник, да, тот же самый journal, но в серединке буквку какую-нибудь поставьте, там, J, A и так далее, да. И тогда уже будет видно, что это персонализация. И у вас тогда будет товар отображаться согласно вашему тайтлу магазина, да. А персонализация, кап, клок, wine glasses, diary, journal, candlest, и так далее. Второй момент. Я всегда говорю. На данный момент, когда я смотрю, я вижу, окей, магазин владеет техникой. А dot, paint, да, наверное, так он называется. Dot, paint, замечательно. Вы ею овладели. И на данный момент у вас магазин является hobby, да. Он у вас не узконаправленный. У вас и тарелочки, и чашечки, и так далее. Что мне попалось под руку, то я расписала, и показала, и выставила. Это у нас, знаете, как я мастер на все руки, да. То есть я могу это, и это, и это, и это, и это делать. Еще крестико могу вышивать, да, и все в одном магазине. Нет, у нас такого нет. Еще разочек. Магазины те преуспевают, которые узконаправленная тематика. Если вы решили делать journals, значит, делайте одни journals, personalized journals. Не знаю, что вы продавали здесь. Sales открыты. Давайте я посмотрю. Два журнала, стаканы и так далее, да. То есть journal, да, notebook journal. А если идут журналы, продаются, значит, сделайте отдельный магазин с журналами. А здесь оставьте home decor, да, вот такого вот плана, где у вас будут часы, чашки и так далее. Еще можно так объединить. Но вот когда все в одну, под одну гребенку, это не есть здорово. Дальше поехали. Что у нас с вами отсутствует? У нас с вами отсутствует, если вы вниз не спустили, shop announcement отсутствует. Вот, в shop announcement опять-таки не первый, не последний раз думаю, говорю, что мы прописываем наши ключевые слова, скрытые ключевые слова. Они должны быть как в title магазина, как в shop announcement, как в следующий пункт, за который я сейчас вас буду ругать, в вашей секции. Что это такое? Notebook, lamp и так далее, glasses. Наш с вами тип этого, совет этого видео. Обращайте внимание, что скрытые ключевые слова прописываются в вашей секции. Окей, вы сделали, допустим, часы, clock. Окей, человек приходит забивать на itse, clock. Давайте посмотрим, какая вариация будет, clock. Какое количество результатов? 152 тысячи. Можно вам сюда выйти? Можно, конечно, если вы там, у вас уже большое количество часов проданных и так далее. Дальше мы что смотрим? Wall clock. Назовите свои часы wall clock. Назовите свои часы round wall clock. И тогда что у нас? Давайте я clock пойду. Clock. Они у вас раз, два, три. Ну, в основном round. Окей, round wall clock. Опять-таки мы с вами в разных стилях пишем. Ну, ладно, ничего страшного. Round wall clock. Если на itse это ish, это round wall clock. Забирайте. Смотрим, сколько у нас с вами здесь результатов. У нас с вами всего-навсего здесь 7 тысяч результатов. Вы стреляете непосредственно в того человека, который ищет вот эти вот круглые настенные часы. Ваш магазин будет что? Ваш магазин будет отображаться, потому что по поисковой системе у вас будет прописано в shop announcement round wall clock. А дальше в разделах у вас будет опять-таки прописано round wall clock. И это ваше ключевое слово будет round wall clock. И дальше вы расписываете технику дат, либо как они там, oriental, или так далее, так далее. Да, shabby chick, sunflower round wall clock. И поехали вперед. Wooden wall clock. Окей, round wooden wall clock. Дальше выбирайте. То есть на секции ваши опять на вылет. Title на вылет. Shop announcement на вылет. Секции туда же на вылет. Не хорошо. Едем дальше с вами. Reviews от своего человека. Владимир по своей. Купили дальше. У вас что отсутствует? Опять-таки в прошлом магазине даже кто-то в комментарии написал, что полностью согласны с тем, что если магазин полностью не заполнен, он проседает. Он теряется из вида. У вас не заполнено какое поле о магазине, about shop. Туда нужно обязательно заполнить. Если нам и дают поля, значит эти поля все нужно заполнить. Если у нас какое-то поле в 2020 году является незаполненным, и мы новый магазин, то такие магазины, да, вначале вам дадут форум пару-двойку, пару-тройку недель. Потом вы пойдете на общих правах, и показывать буду того, у кого все это настроено. У кого не настроено, те проседают. Поэтому потрудитесь и заполните about магазин. В about магазине мы тоже прописываем наши скрытые ключевые слова. Итак, мораль этого видео будет у нас. Скрытые ключевые слова. Где они находятся? Надеюсь, что вы уяснили, где они будут находиться. Дальше раунд будет так далее. 8 сейлс, 2019-го и так далее. А вас здесь, окей, прописано, прописано. That's fine. Так как бы дальше я не копаю, не смотрю. Most recent давайте я посмотрю. All. Most recent. Давайте отругаем вас за сроки выставления. June 30th. Молодцы, молодцы, молодцы. Хорошо выставили. 30 июля. 30, 30, 30, 29, 29, 29, 28 число. 28-й, молодцы. Хотела поругать, а не получится поругать. Так, теперь давайте я какой-нибудь листинг открою и посмотрю на него. И опять-таки теперь по фотографиям. Тоже обращайте внимание, по фотографиям некоторые изделия вы вытягиваете. То есть у вас есть определенное место, где вы фотографируете. Постарайтесь в следующий раз, когда вы будете фотографировать, все-таки в фотоаппарате объективы, прочистить его, чтобы не было вот такой вот мутотени. Это немножечко заляпанный объектив камеры. И вот такая мутотень получается. То же самое здесь. Протирать надо камеру свою периодически. А дальше, если вы выбрали определенный цвет, тоже композицию. Смотрите, при чем тут фиолетовый горшок? При чем тут фиолетовый горшок? Да? Так, нет, этот тип я в другом видео покажу. Этот совет, этот не тип, а этот совет я в другом покажу. Вот они журналы. Если вы взяли, допустим, ноутбук и так далее, протяните всю тематику. В одном и том же ракурсе. Почему? Потому что тогда у вас будет проявляться стиль магазина. Да? И лучше выдерживать его в одном. Давайте посмотрим чашка. Капса. Здесь у нас на зеленом фоне. Здесь еще как-то. Здесь чего-то. Это не всегда так здорово идет. Не всегда. Поэтому вот этот вот интересный, продержите, возьмите вот этот вот фон, бэкграунд и сделайте. Вот эти фотографии вкусные. Это не вкусно. Здесь тоже как-то так вот из-под угла я решила сфотографировать. Это не есть здорово. Здесь тоже чашка как-то. Вы что-то подставили, чтобы там она упала у вас, не упала. Как-то вот так вот. Вот это замечательная фотография. Вот это замечательная фотография. Ну, я бы не знаю, к чему вот это вот здесь находится. Обращайте внимание. Это тоже играет роль. Это тоже играет роль. Ну, и давайте glasses посмотрим. Опять-таки glasses тоже. Просмотрите, что это у вас такая. Champagne glasses или wine glasses и так далее. Если у вас с вами hand painted, да, у вас идет hand painted в основном, тогда, соответственно, пропишите, потому что если человек будет искать hand painted glasses, ваш магазин редко покажет, потому что у вас ни слова здесь нет. Не в title, не так далее, не в title магазин и так далее. Так, поехали дальше. Лампы тоже. Base lamp и так далее. Теперь давайте какой-то я возьму листинг. Давайте на удачу. У меня компьютер вместе со мной думает громко. Я покупатель. Я хочу посмотреть обратную сторону, как мне нужно будет это повесить. Я этого не вижу. Я ленивый покупатель. Я не знаю. Я не хочу вам писать. И я уйду в другой магазин смотреть. Несмотря на то, что, допустим, мне часы понравились. Wooden wall clock. 12-inch. Zodiac signly line. Гороскоп. Can't paint it. Wall clock. То есть, мы понятны, что у нас тут очень много всего. Много ключевых слов накидано, а в состав они не определяются. Либо мы с вами пишем Zodiac wall clock. Вот, смотрите, wall clock. Есть такое дело. Zodiac wall clock. Вы уже идете напрямую к кому. Их тут совсем нету, да? Сколько? 176 результатов. Вы идете напрямую к тем, кто что делает. Кто ищет именно Zodiac. И вот они вы стоите, да? 178 результатов. Ну, окей. Поскольку мало результатов, ищет. Есть такое дело. Дальше. Тоже на будущее. Смотря что вы продаете. Если вы продаете line clock, значит, пусть они и будут. Line wall art, например. Да? Line clock. 347. Давайте посмотрим, есть ли вот тут на первой странице. Нет. Если или нет. Line clock. И вы здесь тоже есть. И всегда, когда вы будете делать, смотрите, как выглядят часы ваших соседей. Как выглядят листинги ваших соседей. Все, вы встали. Я вас смотрела. Я пыталась вас найти. Но рядышком смотрите. Кто, как выставляет. И найдете ли вы сами свое. Либо своему соседу. Я не знаю, там, мужу, брату и так далее, сваду. Попросите. Скажите. Вот забей line clock и посмотри. Лучше кому-то, кто не знает ваш магазин. Обратят ли они на это внимание или не обратят. Если обратят, замечательно. Если не обратят, значит, минус вашим фотографиям. Так, теперь давайте я смотрю этот на куда. Я его смотрю на It's a Ring. И посмотрим, как его здесь. Это отлично. Это молодой листинг. Свеженький. 44 визабилити. Wooden wall clock. 12 inch. 32 зодиоксайн. Это уже, наверное, по новой системе написали более-менее. Да, вот зодиоксайн. Hand-painted clock. У вас, пожалуйста, можно ставить. Wooden wall clock. Ищет, значит, его протягивать. И персонализировать clock и так далее. Здесь все замечательно. С этим листингом хорошо. Но тут один листинг был. Я его открыла. Из-за него я хотела поругать вас. Дайте я посмотрю, если он у меня остался здесь. Maybe that was an owl. Nope, that was not an owl. Сейчас все равно найду. Потому что очень часто такая штучка бывает. Сейчас, сейчас, сейчас. Actually, now, because я смотрела вас по-другому. Неважно. У вас есть в магазине листинги, которым больше 400 дней. То есть, это самые ваши первые-первые листинги. Сейчас я возвращаю сюда. Что делать с такими листингами? Такие листинги уже никому не нужны. Такие листинги никому не нужны. И Итси их не будет на первое место выставлять и показывать вашим кому-то покупателям. Почему? Потому что за определенное количество времени этот листинг не продался. Соответственно, что значит, чем его выставлять и продвигать дальше. Ну, не знаю. Давайте этот посмотрим. Был там у вас какой-то. Но здесь короткая. World Clock, Wooden Clock, Vintage, E, пропустили, Round Clock и так далее. Фотография очень вкусная. Вот он. 482 дня. Что делать с такими листингами? Моя виповская группа уже знает. Моя виповская группа уже не дает листингам уходить так далеко. Виповская группа работает каждый день со свежими листингами. Напоминаю, что сегодня последний день приема в виповскую группу. Линк на профиль администратора Саны будет под видео. Если вы хотите прыгнуть в последний или предпоследний вагон по специальной летней цене, присоединиться к нам в группу, у вас есть буквально там 24, ну, плюс 48 часов решиться прыгнуть и улучшить свои продажи к Новому году. Правильно. Итак, я возвращаюсь к листингу. Если листингу больше там, да даже как мы считаем, мы отдаем ему 4 месяца. Если за 4 месяца листинг не продался, значит, что нужно его делать? Значит, с ним нужно работать. Грубо говоря, хрен ли его перевыставлять, если никаких продаж не было, если ничего не вышло, и надеяться на то, что, ну, может быть, сейчас опять он обновится, может быть, что-то получится. Если там ничего в этом листинге не изменилось, то знаете, что, ну, возможно, если случится продажа, то она будет случайная. Итак, 482 дня, если 44 просмотра, whatever, it's nothing, да, то есть получается, что ИТС невыгодно, даже если вы сейчас поправите по правилам 2020 года SEO, ИТС невыгодно будет показывать ваш листинг на первых страницах потенциальным покупателям, потому что за 482 дня его не купили, соответственно, его не купят, зачем вам сдвигать наверх, чтобы показать и пропустить, и продажу не схватить и так далее, да. То есть вот получается, что, что с этими листингами делается? Убивать. Они мертвые. Это как вот мертвые души. Все читали, все помнят, вот, избавляемся от старушек, да, 482, старый листинг, уходим. У, посмотрите, цвет изменился здесь, разный цвет. Винтедж и так далее. И смотрите на что и на spelling issues, да. Room decor, vintage у вас где-то, gift form. Moom, окей. Обращайте внимание на it, rink. Roses, опять-таки, мы с вами не пишем однозначные ключевые слова, только в том случае, если оно является составным для большого long tail keywords. Так, ну, наверное, все. 20 минут я уложилась. 20 минут 42 секунды. Ура! И так, благодарю вас всех за внимание. Быстро напоминаю еще разочек, линк на профиль Александры, который поможет вам принять решение, поступать в виповскую группу или не поступать, будет под видео. Я постараюсь сразу его прикрепить, потому что информация важна. Дорогая ложка к обеду. Так, я с вами прощаюсь. Это у нас был очередной разбор. И я надеюсь, что вы выяснили тему, тему, да, про ключевые слова вашего магазина, где они должны находиться. Идите в свои магазины, проверяйте. Всего доброго! Продолжение следует... Продолжение следует...